Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы с вами будем делать упражнение 5.2.2.7. Для этого открываем наш учебник, скачиваем ПК-файлик, а также инструкцию к нему. Открываем наш ПК-файлик и ждем, пока он откроется. В инструкции у нас есть сама топология, в которой есть сеть и постороннее подключение, которое мы будем проверять на безопасность. Вот наш ПК-файл уже открылся. Здесь нужно ввести ваше имя, также нужно ввести email и также группу. Окей, подтверждаем. И мы можем сразу приступать к заданию. Вот наша инструкция, делаем ее немного больше. Закрепляем. Нам нужно открыть S1, командная строка, и включить функции безопасности на портах 0.1 и 0.2, интерфейсов АС Интернет. Для этого вводим команду enable, conf, t, и здесь нужно ввести команду interface, rank, range, fastInternet 0.1, к интерфейсу 2. Теперь мы можем его настраивать. Сначала вводим команду switchport, port security, enter. Далее switchport, port security, maximum, 1, 1, enter. Далее switchport, port security, MAC, адрес, стрики, стики, enter. И последнее switchport, port security, violation, restrict. Готово. Теперь нам нужно вернуться в режим конфигурации с помощью команды exit. и здесь ввести команду do show do show ip interface brief. do show ip interface brief. Готово. Мы можем видеть, что у нас есть два подключенных интерфейса и очень много неиспользованных, их нужно отключить. Чтобы это сделать, и чтобы это делать не вручную, каждое отдельно, мы можем использоваться функцией range. Для этого вводим команду interface range и далее вводим fastInternet. Смотрим, нам нужно отключить с 3-го к 24-му. Вводим fastInternet 0-3 до 24-го. А также нужно отключить G0-1 и G0-2. G0-1-2. Готово. Мы перешли в режим настройки этих двух типов интерфейсов и здесь отключаем shutdown. Готово. Наши интерфейсы все отключились и теперь опять можем ввести команду do show interface brief. Смотрим. Да. У нас все интерфейсы, кроме двух первых, административили down, то есть полностью отключены. Вот. Вводим команду exit и возвращаемся в предыдущий режим. Смотрим, что нам нужно сделать. В части 2 нам нужно отправить ping-запрос от узла PC1 до PC2. Откроем PC1, desktop, командная строка. Ищем в таблице IP-адрес PC2. Вот он. 10.10.10.11. Копируем. Ping. И вводим наш IP-адрес. Ждем пока пропингуется. Вот. 4 отправлено, 4 получено. Утеряно 0. Наш ping работает. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно убедиться, что функция обеспечения безопасности включена. Да. И подключить наш компьютер злоумышленника к любому не использованному порту коммутатора. И посмотреть на индикаторы. Берем наш Connections. И купируем сразу кабель. Подключаем сначала к нашему компьютеру злоумышленника. FastInternet 0.0 и к FastInternet 0.3. У нас индикаторы красные, но нам нужно активировать интерфейс. Для этого вводим команду Interface. FastInternet 0.3. Enter. И активируем NoShadow. Готово. Смотрим. У нас появилось зеленое подключение. Но нам нужно отправить ping запрос на эти два устройства. Открываем постороннее подключение. Командная строка. Ping. И пинкуем на первое устройство. Это PC2. Потому что у меня был уже скопирован его IP адрес. Чтем пока пропинкуется. Первый уже неудачный. Посмотрим, что будет дальше. К примеру, я скопирую IP адрес PC1. Готово. Первых два неудачных. Третий тоже неудачный. Наш ping неудачный. Пинкуем на следующее устройство. 10. 10. 10. 10. И смотрим, что ping на устройство PC1 удачный. Попробуем пропинговать еще раз на PC2. Да. У нас все ping на наше устройство удачны. Значит, соединение работает. И у нас даже индикатор стал зеленым. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно отключить PC2 и подключить road laptop к порту узла PC2. На передателе нам нужно отключить наш соединение с этим интерфейсом. Возвращаемся в S1 и вводим команду shutdown. Готово. Соединение отключено. Берем наше удаление соединений и удаляем соединение с компьютером, а также с PC2. Берем наш кабель, подключаем наше устройство к порту FastInternet 0.0 и к порту FastInternet 0.2. Готово. И теперь нам нужно отправить ping-запрос с посторонним устройством на PC2. PC2, у него IP-адрес 10.10.10.11. Вот. И ждем пока пропингуется. Request timeout, ждем дальше. Второй тоже request timeout и скорее всего, что наш ping будет неудачным. Последний. Да. Наш ping неудачный, потому что мы подключились со сторонним устройством, а у него другой mac-адрес. Что нам нужно сделать дальше? Смотрим же. Нам нужно вывести на экран нарушение безопасности порта. Для этого открываем S1 и вводим команду do show port security security interface FastInternet 0.2. И смотрим, что счетчик безопасности у нас 4. Это значит, что соединение небезопасно. Поэтому наш ping не происходит. Если мы отключим наш лаптоп или постороннее устройство, отключаем и возвращаем наш PC2 на его прежнее место. и откроем наш PC2 и отправим ping на устройство PC1, то мы увидим, что наш ping будет работать и соединение восстановится. Первый неудачный. Так бывает, но остальные ping должны быть удачными. Пишем. Пару несколько секунд. Пишем. Пинкуем еще раз. И мы видим, что соединение восстановилось. Ping срабатывает. И смотрим. У вас осталось последний вопрос. Почему узел PC2? Можно отправить ping запрос на PC1, а roll топ топ? Нет. Если мы откроем S1 и еще раз сделаем команду do show port security interface F02, мы видим, что теперь наше соединение 0 и счетчик безопасности 0, значит наше соединение полностью безопасно. И мы можем делать ping и вообще получать подключение. А на этом все. Думаю, у вас тоже все получилось. Всем пока.